В Мордовии 13-я гибель на воде. Тело 58-летнего мужчины извлекли из реки Сура в Большеберезняковском районе в селе Симкино. По информации регионального МЧС, мужчина с тремя товарищами рыбачил. Компания перешла реку вброд, а вот вторая попытка перебраться на противоположный берег стала роковой для одного из рыбаков. Мужчины прошли около километра вниз по течению, выбрали на первый взгляд мелководный участок и пошли. Но внезапно дно ушло из-под ног. Рыбаки провалились под воду, и один из них выбраться не смог. С начала 2024 года на водоемах республики погибло уже 13 человек. Среди погибших 2 женщины, 10 мужчин и 1 ребенок. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7 случаев гибели людей на водных объектах. Детской гибели допущено не было. Средний возраст утонувших 41 год. Все случаи гибели произошли в необорудованных местах. 10 утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Саранский мужчина признан виновным в совершении преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Следствием и судом установлено, в период с 2018 по 2021 годы фигурант уголовного дела неоднократно совершал преступления, посягающие на половую неприкосновенность в отношении 4 мальчиков и 1 девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Преступления им совершались в разных местах, в том числе и по месту проживания, куда он заманивал потерпевших обманным путем. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наивность и доверчивость некоторых жителей Мордовии временами зашкаливает. 14 июля 59-летняя жительница Саранска обратилась в полицию и рассказала, что мошенники обманули ее на сумму более 2 миллионов рублей. Обработка женщины началась 5 июля. Сначала ей предложили продлить услугу сотовой связи, затем испортить свою кредитную историю, оформив заемы, чтобы мошенники не смогли от ее имени взять деньги в банке. Для получения постоянных консультаций от якобы представителя банка она по его указанию установила на телефон видеоприложение. В отделении банка женщина взяла кредит на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей, который обналичила и через банкомат четырьмя платежами перевела на банковские счета, продиктованные ей по телефону. Кроме того, мошенник, узнав, что у потерпевшей имеются личные сбережения в сумме 290 тысяч рублей, незамедлительно велел их поместить на безопасные ячейки, номера которых сообщил по видеозаписи. В общей сложности жительница Саранска лишилась 2 миллионов 730 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления. Дебошир из Нижнего Новгорода получил уголовный срок за кражу велосипеда в Розаевке. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили причастного к преступлению. В рамках проводимых мероприятий по ориентировке оперативники уголовного розыска МВД России по Розаевскому району задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Розаевке. Откуда он планировал уехать домой? По словам фигуранта, по пути следования из Самары в Нижний Новгород он был снят с поезда за дебош на станции в Розаевке. Так как денег у пассажира не было, он решил украсть что-нибудь, чтобы продать. В подъезде одного из домов на улице Ленина увидел велосипед, его-то и забрал, а потом сдал в ломбард. Причиненный ущерб составил более 15 тысяч рублей. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. В Саранске двое граждан Таджикистана использовали поддельные документы. Правонарушителей выявили сотрудники отделения по вопросам миграции 1-го отдела полиции в ходе проверки режима пребывания иностранных граждан на территории России. 41-летний и 43-летний граждане Таджикистана предъявили миграционные карты с подложными сведениями о пересечении границы. Нарушители привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Изъятые документы направлены на исследование. По результатам проведенной экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовных дел за подделку документов. Исправительная колония вместо учебы за наркотики. 18-летний студент одного из вузов Саранска подрабатывал закладчиком. Из тайника в Лямберском районе он забрал почти 4 грамма гашиша. Расфасовал на мелкие партии и спрятал возле двух многоэтажек в северо-западной части Саранска. Несколькими днями позже студент взял еще одну оптовую партию более 24 граммов. Он был задержан сотрудниками ГОС-автоинспекции и Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Мордовия. В ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки молодого человека полицейские обнаружили пакет с наркотиком. В квартире молодого человека оперативники обнаружили упаковочные и фасовочные материалы, весы и другие приспособления. Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 лет. Из-за короткого замыкания холодильника в селе Старый Ковыляй Темниковского района сгорел жилой дом. Возгорание произошло ночью около четырех часов. Огонь на задней части дома заметили соседи, они тут же разбудили хозяев. Огонь быстро распространялся и вскоре перекинулся на соседний дом, хозяйку которого также эвакуировали очевидцы. С пожаром боролись темниковские пожарные совместно с добровольцами из Пурдышика села Булаева. В результате происшествия один из жилых домов, два сарая и баня были полностью уничтожены огнем на общей площади 135 квадратных метров. Другой жилой дом поврежден на площади 19 квадратных метров. По предварительной версии дознавателей МЧС причиной пожара явилось короткое замыкание бытового электроприбора-холодильника. Электросамокат и автомобиль столкнулись в Саранске на улице Фурманово. 27-летний водитель на Мазде не пропустил 25-летнего самокатчика, когда поворачивал налево и сбил его. Удар был довольно сильный. Кроме того, на молодом человеке не было защитной экипировки, что и послужило причиной получения множественных травм. Пострадавшего госпитализировали. Продолжение следует...